В Кыргызстане пытаются реформировать лотерейную отрасль, переведя ее из частной в государственную. Объединенный законопроект о лотереях, инициированный депутатами и правительством, парламент принял в трех чтениях. Документ предусматривает, что организатором профессиональной лотереи выступает государственное предприятие, уполномоченное правительством. По предварительным подсчетам на создание государственной лотереи потребуется до 500 миллионов сомов. Подробности далее. В 2012-м закрыли казино. В 2015-м тотализаторы и букмекерские конторы сегодня пытаются дойти до закрытия лотереи. Только вот прикрывать этот бизнес депутаты не стали. Хотят отдать его полностью государству, создав государственную лотерею. Такую инициативу поддержали депутаты Джогур Кукинеша. Однако ярый противник данного законопроекта Экмат Байбакпаев говорит, что это не выход. Люди будут продолжать играть, только уже посредством интернета. А государство потеряет огромные доходы. Здесь ссылка идет на то, что молодежь и так далее. Были случаи с ультитой и так далее, но плохо влияет. Но во всем мире почему-то везде лотереи работают, в частном никто с ними не случается. У нас почему-то всегда обязательно ссылка на такие вещи. Но и потом государство вдруг становится, так сказать, будет организатором лотерейного всего бизнеса. Берет под себя. И там законопроекта была, по-моему, статья пятая, кажется, если память не изменяет. Там говорится, что государство нанимает оператора государственной компании. Что делать? Я спрашиваю, что делает государственная компания? Нанимает оператора. Операторы исчезла. Те, кто уже на рынке был. Мы, собственно, забыли, что там несколько компаний, в которых бизнес это, на них все определенный. Мы это ни счет не ведем. Мы решили закрыть все. Так тоже нельзя. Вы понимаете? И я вот против этого выступал, если так посмотреть. И государство берет из этого числа, определяет или из другого числа оператора, который будет полностью этот бизнес контролировать. Роль государства здесь я не совсем вижу, в чем он составляет. Я вообще, по моему понятию, государство не должно вмешиваться в бизнес. Один из инициаторов законопроекта Торубай Зулпукаров говорит, что было бы хорошо закрыть все лотереи, так как считает этот бизнес азартным, таким же, как и казино. Именно такой была начальная суть закона. Но позже правительство внесло свои предложения. То есть не закрывать лотерейный бизнес, а сделать его подконтрольным государством. Несмотря на то, что парламент запретил деятельность казино, азартные игры все же остались. Люди играют посредством интернета, делают ставки, работает та же самая лотерея. Это тоже азартная игра своего рода. В интернете они работают по той же системе, как и казино. Поэтому мы внесли законопроект о запрете лотереи. Ведь в случаях, когда люди проигрывают по 10, 20, 30 тысяч, потом плачут, а многие не могут остановиться, проигрывать все, что имеют. Поэтому наша инициатива была о запрете всех видов азартных игр, в том числе и блок в интернете. На создание государственной лотереи необходимо по предварительным подсчетам 500 миллионов сомов. Но эти весомые для казны средства в государственном бюджете не заложены. Да и как будет вестись управление, пока тоже не ясно. Ряд депутатов говорили о том, что данный законопроект готовится специально под конкретную кампанию. Но правительство поспешило опровергнуть данное заявление. Эти компании никуда не денутся, они просто уйдут и переименуются в лотереи. Так и произошло. Сейчас мы их закрываем, они будут переименовываться в страховые компании, которые будут страховать ставки. Закроем это, они просто будут в интернете. Сейчас многие букмекерские конторы работают в интернете. Вот это надо понять. Но вот здесь, если государство войдет и в интернет, то есть начнет через интернет принимать ставки, будет как лотерея разыгрывать, тогда это вообще будет победой на самом деле. Потому что надо всегда понимать одну вещь. Есть люди, которые хотят играть, им это не запретишь. Правильнее будет, если государство это просто упорядочит этот бизнес. Законопроект депутаты приняли в трех чтениях. Документ отправлен на одобрение президенту. Надежда Усова, Эльдиара Санбаев, Общественный Первый канал.